МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круглосуточно, 24 на 7. Запомните и звоните. 622-522-610-836. На Воскресенской произошло ДТП. В нем обошлось без пострадавших. Один из автовладельцев ехал по главной дороге и имел полное преимущество в движении. Другой же, нарушив правила, стал выезжать с прилегающей территории и спровоцировал столкновение. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора. Материал отправлен в ГИБДД для дальнейшего разбора. 11-летняя девочка пострадала в аварии на пешеходном переходе. Все произошло 15 декабря в шлюзовом микрорайоне на улице Железнодорожной. Виновником ДТП стал водитель Гранты, который и по неустановленной причине сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьница пересекала проезжую часть без сопровождения взрослых. После удара девочка жаловалась на плохое самочувствие и ей потребовалась помощь медицинских работников. Ее госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании торгового центра «Русь». ЧП случилось 12 декабря около полудня. Неизвестный мужчина, находясь в секции одного из магазинов, сообщил о том, что ему позвонили с абонентского номера и сказали, что торговый центр заминирован. И взрыв произойдет в 13.00. После этого гражданин указал номер телефона, с которого ему сообщили о предстоящем ЧП и покинул место происшествия. Данная информация была передана в полицию. К месту прибыли правоохранители, кинологи и сотрудники ОМОНа. Из здания было эвакуировано 500 человек. При осмотре помещений, взрывных устройств и опасных предметов не обнаружено. Подозреваемый в ЧП задержан. Этот ольятинец, 86-го года рождения, ранее он был судим. Сейчас псевдоподрывник находится под стражей. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Напавших на пенсионерку и ее больную дочь задержали. Напомним, 9 декабря на улице Мира неизвестные на тот момент молодые люди устроили разбой. Двое парней, пробравшись в квартиру, нанесли ножевые ранения двум беспомощным женщинам. Забрали драгоценности и скрылись в неизвестном направлении. 90-летняя женщина и ее 50-летняя дочь были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время за их жизнью борются врачи. Благодаря слаженной работе полицейских на днях подозреваемых задержали. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. 12 декабря злоумышленникам избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. После окончания ареста будет назначено очередное заседание. Данное происшествие находится на контроле у прокуратуры Центрального района. Расследование дела продолжается. Редактор субтитров А.Семкин